Представители Т-Плюс провели очередной рейд по охранным зонам тепловых сетей. Плановые проверки компания проводит практически ежемесячно. Цель – выявить незаконно организованные парковки, торговые павильоны, детские площадки, рекламные конструкции и прочие объекты. Нарушение правил может привести к опасным последствиям не только для собственников, но и для третьих лиц. Как оказалось, нарушителей в Ульяновске предостаточно. К примеру, киоск «Ключ здоровья» во дворе дома номер 30 на улице Артёма вплотную прилегает к охранной зоне, где заканчивается крыльцо киоска, располагается трубопровод. Конечно, тот, кто торгует водой, не в ответе за своё руководство. Но сотрудник Т-Плюс довёл до сведения продавца важную информацию. В ближайшее время ожидаются у нас ветравлические испытания. Вы, наверное, в курсе. Что-то вы не знаете. То есть существует вероятность того, что при возможном порыве трубопровода здесь будет праздновать грунты. Неважный лоз может страдать. По факту обнаружения каждого несанкционированного объекта составляется акт. Собственника информируют о необходимости ликвидации незаконной постройки. Собственник информируется о том, что необходимо вынести данные объекты за пределы охранных зон. В противном случае собственников ждёт судебное разбирательство. На сегодняшний день у нас составлено 192 акта. 10 объектов находятся в судах. Это не единичное нарушение, обнаруженное во время рейда. На улице Промышленная граница автостоянки вплотную примыкает к теплотрассе, что может привести в случае нештатной ситуации к повреждению имущества автовладельцев. Буквально через дорогу на улице Ефремова теплотрассы вообще находятся на территории автостоянки. Энергетики подчёркивают, в ежедневном режиме более тысячи автолюбителей Ульяновска паркует свои машины в потенциально опасных зонах. Тут температура выше 100 и давление большое. Это ненормальное дело, явление. Тут бы решать надо кардинально с городскими властями, это моё мнение, что надо изыскивать более безопасное место под парковки. Но в охранной зоне никак не рекомендуется и категорически запрещено. Наличие таких построек также снижает оперативный доступ персонала к энергообъектам для проведения планового осмотра и ремонтных работ. К примеру, на улице Камышинская буквально в прошлом году произошёл порыв трубопровода рядом с детской площадкой. Благо, никто не пострадал. Для предупреждения жители и специалисты ульяновского филиала ПАОТЭПлюс установили порядка 500 знаков и табличек, обозначающих места прохождения и границы охранной зоны подземных трубопроводов. Это необходимо, чтобы жители Ульяновска знали, где расположена теплотрасса и находились от неё как можно дальше.